Сегодня я хотел бы поговорить о весьма симпатичном американском сериале «Метод Камински». Сериал, который, скажем так, приподнял вновь карьеру Майкла Дугласа. Ну, в какой-то мере она была приподнята и вхождением этого замечательного артиста во вселенную «Мстителей», благодаря трилогии про человека-муравья. Но и «Метод Камински» тоже тут, в общем, сыграл значительную роль, я бы даже сказал, более значительную. Не то, чтобы Майкл Дуглас пропадал куда-то, но, тем не менее, порой, в общем, конечно, забываешь, где там артисты появляются и что играют. И, может быть, из числа последних его ролей, это, может быть, даже и не самое выдающееся, но, тем не менее, она как бы приблизила вновь некогда очень популярного артиста, особенно на рубеже, наверное, 80-х, начала 90-х годов. Вот она его приблизила к сегодняшнему зрителю. Вот такая ироническая, я бы так сказал, лирико-комедийная роль в этом сериале. Он играет артиста, который не получил своего, не прославился, ну, вот стал одним из многих. И он, получается, даже не столько артист в последние годы, ну, во всяком случае, вот как нам представлен, в сериале он педагог, то есть он сам не играет нигде, да, то есть у него, если была какая-то точка такого его профессионального успеха, то она осталась далеко-далеко в прошлом. Не особо там, как бы, показаны его успехи, то есть не было особых успехов, по сути, да, даже не на театральной сцене и так далее, но он состоялся как педагог. Вот он учит других, вот каким-то азам, и когда его спрашивают, а сам-то ты чего? Ну, он так, прожимает плечами, и, ну, вот, бывает и так. И на самом деле таких же примеров огромное количество, и взять и наши театральные школы, потому что далеко не всегда там преподают именно звезды кино и театра. Почему? Потому что звезды кино и театра, они и так заняты, они востребованы. То есть они, в общем, им есть, в общем, чем из себя занять и без преподавания. И как раз очень часто так бывает, что каким-то профессиональным азам, каким-то основам учат люди, которые сами, получается, эти знания не смогли применить в реальной жизни, то есть не добиться какого-то значимого успеха. Ну, то есть, в общем, а это я сейчас сказал даже про только московские знаменитые такие вузы, да, где все-таки иногда могут быть какие-то мастер-классы или какие-то появления звезд. А вот что говорить обо всей стране, где, конечно, это, в общем, ну, и говорить о таком не приходится, да, то есть о появлении каких-то таких действительно звезд на педагогическом поприще, чтобы они себя как-то еще проявляли. Ну, вот, в общем, этот Сэнди Каминский, которого играет Майго Дуглас, он вот один из многих, получается. Ну, тем не менее, своя студия у него есть. Вот какая-то позволяет ему вообще совсем неплохо жить, особенно если, опять же, все время так хочется сравнивать эту ситуацию с нашей. Вот представьте, как жили бы наши обычные педагоги актерского мастерства, и как живут в каких комнатках, да, Ютиат, а у него дом, у него своя вот эта студия, в общем, так понимаю, там, она либо его, либо он как-то удачно справляется с арендной платой, хотя там какие-то проблемы иногда возникают, но тем не менее, в общем, конечно, стиль жизни совершенно, в общем, не наш. Вот с точки зрения какого-то такого профессионального пути он состоялся. Ну, он, да, над ним иногда подтрунивают, подтрунивают, что собственных успехов нет, вот, но тем не менее, тем не менее, ну, работа, работа есть собственное дело, скажем так, да, как и индивидуальный предприниматель, он вполне себе доволен, а подтрунивают, там, вот, допустим, в третьем сезоне есть сцена, когда он зовет к себе прийти с мастер-классом Моргана Фримена, и тот, как ни странно, приходит, и тоже начинается, в общем, там, Морган Фримен приходит и начинает первым днем говорить о том, что у меня собственная студия есть, и приходите-ка лучше ко мне, потому что вот у меня вы действительно чему-то научитесь, а чему вы можете научиться у этого Камински, и тут, конечно, хозяин, как бы, этой студии немножечко так удивляется, вступает в спор, и выглядит все это, в общем, довольно-таки естественно, а потом они, типа, обыгрывают, что это мы вас, ребята, мы вас разыграли, мы, на самом деле, хорошо к себе относимся, друг к другу, в смысле, не к себе, а друг к другу относимся, и к себе, конечно, тоже, и, конечно, этот розыгрыш выглядит так себе, потому что, на самом-то деле, проговаривается, собственно, все вот это болезненное, все эти больные точки, Морган Фримен, он, как бы, попадает, в общем, бьет, поэтому Камински, а вот, ну, кстати, вот, на самом деле, вот, если действительно у Фримена есть своя студия и свои курсы, ну, вот тот пример, что в Америке порой звезды, и даже и не вышедшие на пенсию, тоже, вот, как бы, преподают, можно их, во всяком случае, застать, если так оно и есть. Вот, и дополнительного баяния этой всей истории придает второй главный герой, которого играет Алла Наркин, тоже замечательный артист, с огромной тоже фильмографией, наверное, а в первую очередь он знакомый вот современному зрителю по фильму «Маленькое мисс счастье», который принес ему Оскар за роль второго плана, там он играет совершенно очаровательного дедушку, который поддерживает главную героиню, свою внучку, во всех ее начинаниях самых безумных, вот, и после вот этого «Оскаровского успеха», «Маленького независимого фильма», карьера Алла Наркина вот снова, как бы так, взметнулась на... если дугос-то все время на виду, благодаря своей внешности, конечно, благодаря своей харизме, то Алла Наркина, несмотря на былые какие-то тоже успехи, ну, не входил в когорту таких суперзвезд, ну, а вот ему на старость лет жизнь подарила, как бы тоже дополнительную славу, и вот здесь они совершенно замечательно смотрятся, Аркина играет продюсера, вот это они два друга. И на самом деле все первые два сезона, они просто происходят в разговорах, какие-то сценки, какие-то ситуации, и вот этот их треп, прям же вот, ну, более-менее относительно жизни, не то что жизнерадостный, но по всяким житейским событиям. Конечно, они обыгрывают свою старость, свои годы, вот, что уже не все дается так, как раньше, но тем не менее, что-то дается, какая-то, ну, какие-то, в общем, все равно достижения есть. Вот есть жизнь, ей хочется радоваться, и хотя, да, она порой вот действительно трудна, там и здоровье не очень, и что-то еще, но как-то вот тем не менее, это их диалоги, они выглядели в первых двух сезонах, вот, которые выходили в 18-м и 19-м году, мы друг за другом, все это было очень весьма и весьма симпатично, и действительно, и было отмечено и рядом профессиональных наград, и там 10 номинаций на Эмми, получил сериал и «Золотой глобус», получил как комедийный сериал и «Майкл Дуглас» был отмечен, и, да не, я перепутал, по-моему, 12 номинаций на Эмми было у сериала, а 10 номинаций на Эмми это было у создателя, в общей сложности у создателя вот этого сериала «Чака» Лори, который до этого был причастен к другим комедийным проектам, весьма успешным, а это как «Два с половиной человека» или «Теория Большого Взрыва», и вот Ами Метод Каменский в этом отношении как-то стал для него уходом в некую новую территорию, вот пространство такого уж совсем отчаянного ситкома, именно вот, ну, безусловно, ситкома, вот с гэгами и шутками и закадровым смехом, Метод Каменский – это все-таки такая история более элегантная, скажем так, а для более такого как бы уже подуставшего зрителя, то есть это не то, что вот кометь-кометь, это именно что лирическая комедия, о таких уже, ну, старых людях. Майк Гудугус, конечно, превосходно держится, но не скрыть того, что 70-то ему уже есть, вот, и пусть он прекрасно выглядит, но это не отменяет, в общем, тоже какого-то, в общем, такого его старения, хотя тут в этом старении есть, конечно, очарование вот этой старости, на чем и стоит этот сериал, вот, и вот, конечно, для вот Чака Лори, его создателя, это некий уход, какую-то такую новую для него сентиментальность, ну, выглядит все это в любом случае довольно-таки удачно, и как раз можно упомянуть, что одним из режиссеров, вот среди режиссерского состава этого сериала есть, присутствует, допустим, Энди Теннет, это такой, как раз он мастер мелодраматической такой романтики, американской, который в какой-то период своей жизни вот прям строгал один удачный фильм за другим, вот именно в своем жанре, то есть он, допустим, в 98-м году он снял свою версию Золушки «История вечной любви» с Дрю Берримор, потом у него была своя версия современенная вот знаменитого американского сюжета «Анна и король» с Джоди Фостер, потом «Стильная штучка» с «Ризу из Эрспун» тоже довольно-таки успешно прошла, даже, по-моему, не довольно-таки, а была заметным американским хитом, потом правило съема «Метод Хитча» это комедия с Уиллом Смитом уже такая, то есть это, ну, она как раз более такая в комедийном ключе решена, а в остальном это все вот такая смесь именно такой легкой романтики, мелодрамы, ну, вот, из каким-то таким романтическим, вот, неромантическим и комедийным таким началом, что-то такое, в общем, ну, где-то смешнее, где-то менее смешнее, да, правило съема, понятно, что это более такая, как бы, даже и не без захода в пошлость, ну, я просто к тому говорю, что вот Энди Теннент, он на какое-то время даже стал, как бы, олицетворением вот подобного рода жанра, и то, что он, именно он участвует в создании этого сериала, как один из режиссеров, ну, тоже говорит, в общем, о той, скажем так, интонационной направленности, которая в этом сериале присутствует, и, конечно, меня очень расстроило, что третий сезон, который они выпустили, ну, с понятным, наверное, опозданием, там, наверное, и пандемия вмешалась, выпустили в 21-м году, то есть, не через год, как до этого было, а вот задержка определенная, что он уже представляет нам этого Сэнди Камински в одиночестве, то есть, уже Майкл Дуглас один, без Алана Аркина, этому, конечно, есть обоснование, там уже во втором сезоне герою Аркина, там, предвещали, ну, на него навесили смертельную болезнь, он как-то пытался с ней справляться, и тоже на это строилось какое-то такое, вот тень смерти, она витала над всеми этими шуточками, ну, вот третий сезон построен целиком на персонажа Дугласа, и это, конечно, уже меняет, меняет всю картину, то есть, с одной стороны, персонаж Аркина, он как бы продолжает оставаться в воспоминаниях на протяжении всего сезона, там первая серия построена на похоронах, и тут же, значит, призраком, таким ответом из загробного мира появляется песик, которого зовут точно так же, как у усопшего друга главного героя, и потом все время, конечно, вот тоже воспоминания о том, что, и сам, на самом деле, вот это получается, последним даром своему другу был, вот, от этого продюсера, было то, что он подсказал, что вот, ну, знаменитому режиссеру Барри Левинсону, о котором мы знаем, хотя бы там, по Человеку Дождя, и здесь, судя по всему, он играет сам себя, он ему подсказал, что вот, значит, есть такой артист, вот, к сожалению, неизвестный совершенно, но тем не менее хороший, и вот уже, получается, вот этот последний дар друга, он привел, собственно, этого Камински к счастливому финалу, что они вот в третьей серии, они дают ему роль в Старике и море, и, ну, то есть, в общем-то, конечно, понятная такая сольная роль, понятен абсолютно выбор, выбор вот этого, и почему именно это, то есть, это не какая-то там, в общем, большая постановка, это действительно вот такое сольное исполнение, ну, и недорогое, в общем, если снимать в студии, да, как, собственно, там показано, в общем, они непосредственно на воде, и, конечно, я боялся до самого конца, что же это окажется, ну, то есть, понятно, что они тянули этого Камински на Оскар, но все-таки нет, все-таки оказалось, что Барри Левинсон снимал телевизионный фильм, и поэтому закончилось дело все-таки Эмми премия, но, тем не менее, да, то есть, вот хотя бы под конец, под конец своей жизни, под конец сериала создатели вот дали этому герою приз, которого он был давно достоин, тем самым показав, в общем, что, в общем, нет преград возрастных для покорения вершины актерского мастерства, ну, тем самым, вот они как бы, конечно, не обманули, обманули нас, то есть, этот фильм, мне показалось, все-таки был изначально другого, о том, что, ну, человек вот принял, да, то есть, вот себя как педагога, а тем не менее, вот, все-таки решили они раскрыть и доказать, что он большой артист, что он, да, что-то, ну, это, конечно, это, кстати, история той же Зовушки, да, которую я уже сейчас упомянул, в другой связи, конечно, но тем не менее, да, то есть, престарелые Зовушки, которые, несмотря на возраст, все равно добились успеха, но, в общем, знаем ли мы еще такие успехи, ну, конечно, да, иногда бывает, что, того же Аркина я упомянул, но Аркин, конечно, это не совсем правильный пример, потому что у него фильмография, это было очень достойное, да, то есть, он не был на вершине славы, а вот таких примеров, что человек не играл, не играл, и вот в 70 лет сыграл, и тут же это звезда, а и все ему аплодируют, но, в общем, это, конечно, такая для Голливуда, все-таки, мне кажется, фантастическая история, но, с другой стороны, Голливуд сам по себе, это как раз главный цех, главная фабрика, да, по созданию подобного рода грез, собственно, так не зря, его и называют иногда, собственно, этой фабрикой грез, но, и вот здесь, то, что они все это вот обыгрывают, и таким образом героя возвеличивают, ну, не знаю, не знаю, не знаю, вот, и, конечно, очень обидно, что, вот, все-таки, мне не хватило в третьем сезоне, вот этого второго, получается, персонажа, персонажа Алана Аркина, хотя, то есть, он по состоянию, ну, наверное, на здоровье все-таки мог еще появиться, это не то, что они убрали персонажа, потому что актер уже не мог сниматься, все-таки Аркин, вот он умер вот только что, ну, вот, недавно, от того времени, когда я записываю ролик, в июле 23-го года, и как раз вот любопытно, что смерть Аркина, она получается, в какой-то мере совпала и с новым успехом Майкла Дугласа, который на Каннском фестивале с какого-то ляха получил золотую пальму, ветвью заклад в кинематограф, очень непонятная для меня награда, я не оспариваю достижения Майкла Дугласа, но в данном случае, мне обидно за сам приз, то есть, вот все-таки Дуглас не является, вот, безусловным кандидатом на получение этого приза, и что-то Каннский фестиваль, тут, по-моему, он, ну, стал в последнее время выбирать не тех героев, он на том же, в том же, в этом же году, в 23-м, он же и Харрисона Форда еще наградил этой наградой, тоже замечательный артист, но надо помнить, что тогда уж не имеют этой награды до сих пор Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро, например, да, то есть, действительно, артисты, которые, безусловно, считаются великими, но может быть, как раз и считается, что раз они и без того велики, они уже все получили, давайте мы отметим тех, кто может быть наградами менее объелен, вот и Дуглас, и Форд, они как бы все время ближе считаются к развлекательному кинематографу, а тем не менее, ну, тоже они молодцы, ну, хотя у Дугласа есть Оскар за главную роль, так что вроде бы тоже, ну, свое доказал, то есть, ну, вот и получается, что вот Дуглас на вершине славы, Аркин умирает, ну, как бы жизнь, она, получается, повторила сюжет третьего сезона, но так как третий сезон-то вышел за два года до этого, то, то не знаю, то, конечно, они могли бы вот этого персонажа Аркина и не убивать, и даже в третьем сезоне, чтобы он продолжал как-то бороться, он продолжал присутствовать, но тут что делать, ну, в общем, это уже выбор, как бы, создателей сериала, вот такой их подход, что надо как-то эту историю, наверное, было завершить, потому что вечно она тоже не могла продолжаться, это такое, не для того был этот сериал, создан, он такой, сам по себе, очень скромненький же, скромненький, маленькие серии, маленькое количество серий, там все на три сезона, 22 серии, то есть, первый сезон и второй, ну, какие-то, ну, собственно, каждый сезон ты проглатываешь, ну, как трехчасовой фильм, да, вот как-то так, да, то есть, можно вот разом посмотреть, и, что называется, ну, получить какое-то такое милое ощущение, ну, и все, как бы, вот, ну, да, вещь миленькая, ну, конечно, мне кажется, что третий сезон, он проигрывает первым-двуму, свое настроение, хотя там, тоже оптимизм нагнетается, но тоже оптимизм относительный, в третьем сезоне, допустим, получается, если до этого умирала, начинается со смерти одного из главных героев, а потом у него выясняется, и заканчивается тем, что ее жена умирает, смертельная болезнь, а женой играет Кэтлин Тернер, вообще-то, да, которая, видите, в свое время, 80-е годы, это была, как бы, ну, можно сказать, лучшая напарница Майкла Дугласа, они вместе, в ряде фильмов таких энергичных сыграли, и вместе прославились, и ведь Кэтлин Тернер была, в свое время, ну, в числе передовых красавиц своего времени, и, конечно, я в свое время, уже в конце 90-е ужаснулся, как она плохо выглядит, в «Девственницах-самоубийцах», когда она там появилась, я бы не узнал ее, оказалось просто, что у нее очень тяжелая болезнь, ее свалило, в самом разгаре, в расцвете сил, в 40 лет, и вот только-только она была, вот вся секси-секси, а бац, и вот эта болезнь ее, просто, преобразила, и, конечно, очень грустно, да, то есть, с одной, то есть, она молодец, что она продолжила играть, она появляется, и здесь у нее, вот, роль такая, ну, с другой стороны, конечно, ты их видишь, вот Майкл Дуглас, который, ну, практически, можно сказать, не изменился, и который до сих пор весь из себя, весь такой, прям, это, матч, наверное, не подходящее к нему определение, ну, в общем, такой секс-символ, и она, ну, которая выглядит совершенно иначе, да, то есть, это, ну, вот, тоже такое грустное, это явление, ну, собственно, уже человеческой жизни, да, то есть, вот, ну, вот, и, конечно, тем более, жалко, что они ее убивают, там, ну, уж совсем как-то, уж, что-то тут они переходят по части, как-то, вот этой, вот, своей жажды смерти, скажем так, ну, оправданной, опять же, самой тематикой сериала, интонация, ну, ну, не знаю, тут, по-моему, могли бы и без этого и обойтись, ну, в качестве симпатичных тоже моментов, вот я про третий сезон, наверное, даже больше, получается, каких-то моментов отметил, потому что он более ближе мне по времени, лучше его помню, очень, конечно, любая прекрасная там пара, Лиза Эдельштейн и Хейли Джоэл Осмонт, Лиза Эдельштейн известна в первую очередь по Доктору Хаосу, а Осмонт, это, конечно, мальчик из шестого чувства и искусственного разума Стивена Спилберга, и вот тоже у них прекрасная пара, они играют, собственно, дочку и внука вот этого Алана Аркина, я не очень помню, значит, наверное, они появлялись и в первых сезонах, да, дочка-то точно там какая-то она проблемная, бывает тоже целый ряд, значит, с ней каких-то проблемных историй было в линии Алана Аркина, вот, а в третьем сезоне они там вообще прям это жгут, ну, комметь, собственно, на них и держится, они пытаются, как бы, поделить наследство, вот, своего покойного, что называется, родственника, а тот отдал как раз управление этими деньгами в руки друга, Майкла Дугласа, и, соответственно, чтобы им что-то выдать, Майкл Дуглас должен, в общем, подумать и решить, ну, что действительно, в общем, это, они не разбазарят все это дело, и вот, в общем, в каждой серии они им какой-то новый план предлагают, и вот как они хотят дальше этими деньгами распоряжаться, и, соответственно, он раз за разом этот план отвергает, ну, и на этом строится тоже такая, с одной стороны, человеческая комедия, да, то есть, с одной стороны комедия, с другой стороны, вот, комедия, вот, таком бальзаковскому определение, вот, низменные, проявление их низменных чувств, да, вот, какие бывают люди, да, чтобы, мол, этот благородный, значит, продюсер, прекрасной души, светлый человек, которого играл Аркин, и вот какие вот у него вот дети, которые вот совершенно, иного склада вышли, да, ну, может быть, он и сам виноват в том, что плохо воспитал, да, и дочку, и внука, тем более, ну, и смешная, конечно, в финале очень сцена, когда они решают заказать киллера, очень тоже долго, там, тоже логическая несостыковка, что получается, прям проходит год от их, момента их решения, до момента, собственно, встречи с этим исполнителем, и каким образом, получается, этот герой Хейли Джоэлла Осмонта эти деньги теряет, но, в общем, это, то есть, он, по сути, отдает их случайному прохожему, ну, ну, смешно, вот, но в то же время, получается, то, что они заменяют собой Алана Аркина, мне не показалось это правильным, но это, как бы, немножечко уже из другой оперы, и, ну, ощущения в этом отношении, ну, ну, такие, так себе, ну, и не говоря о том, что, допустим, тоже появление Моргана Фримана в третьем сезоне, что он там появляется, как, он играет вместе, в одном сериале, вместе с ученицей, собственно, этого Камински, а его роль в сериале, он не бинарный доктор, ну, то есть, тоже веяние времени, Фриману-то такое сыграть, конечно, расплюнуть, ну, посмеяться просто, да, ну, и они вот так посмеиваются, но о том, что вот над современной культурой, поп-культурой экранной, что вот, мова начин, были в другие времена, там, конечно, такого себе не позволяли, а сейчас вот, чего только не позволяет, то есть, это вот такая, как бы, такой ностальгический такой флёр, что вот по былым, по былой эпохе какой-то, который вот принадлежит, этот такой мастодонт, старый динозавр, этот Майкл Дуглас, то есть, этот Сэнди Камински, ну, и вот такие вздыхания о том, что вот, были когда-то и люди другие, и времена другие, и деревья были большими, как мы знаем, вот, ну, есть в этом определённое, конечно, такое и своё обаяние, то есть, ну, с другой стороны, вот этих надсмешек над современностью, могло бы всё-таки, наверное, быть и поменьше, вот, таких издёвок, ну, их хотя бы можно понять и объяснить, вот, ну, в целом, в целом, симпатичные, всё равно ощущения встречи с этим сериалом симпатичные, вряд ли я его буду пересматривать специально, то есть, даже, скорее всего, нет, ну, если случайно, допустим, наткнуться по телевизору, если бы его, допустим, показывали бы, да, так-то это, Netflix-овский сериал, ну, вот, если бы он шёл бы по телеканалу, наткнуться, ну, так случайно можно и серию какую-нибудь скотить, и даже получить какое-то удовольствие, не сомневаюсь в этом, вот, ну, такие мои впечатления о сериале «Метод Каминский». «Метод Каминский»!